Доброе утро! Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. И все подробности мы решили узнать у нашего гостя, председателя спортивного клуба УРФУ, руководителя дирекции кросса наций в городе Екатеринбурге Евгения Шурманова. Доброе утро! Евгений, доброе утро! Доброе утро! Вы знаете, на Урале всегда люди амбициозны, всегда ставят какие-то цели. И вот что лыжня России, что кросс наций, мы все время ставим какие-то рекорды. Будет ли в этом году какой-то рекорд массовости? Да, безусловно, по предварительным заявкам на сегодняшний день уже участников ожидается около 44 тысяч. Сорока тысяч? Это уже зарегистрированы участники? Да, предварительно, да. С районов, с вузов, со школ. Это, конечно, безусловно, абсолютный рекорд среди всех городов России. А, по России. По России, да. Я напомню, что в этом году кросс нация будет проходить одновременно в 80 субъектах Российской Федерации. И среди 80 мы, собственно, лидируем по массовости. Так, тогда скажите, куда эти 40 тысяч поместятся? Это, как всегда, будет проспект Ленина. Какая дистанция, откуда, докуда? Да, у нас традиционная дистанция, маршрут, так скажем, кросс нации, он остается неизменным для того, чтобы не путать, так скажем, наших жителей города Екатеринбурга, которые приходят в этот день на спортивный праздник. Старт будет с площади Уральской Федеральной Университеты, с площади имени Кирова, перед Уральским Федеральным Университетом. Ну, и мы спускаемся на Ленина, бежим до, получается, ВИП-забег. Всего будет две дистанции. ВИП-забеги, ВИП-забег, сама спортивная семья, забег спортсменов-инвалидов, забег благотворительного фонда «Свои дети». Это маленькие забеги, то есть они приурочены Олимпийским играм в Сочи 2014. Они, получается, бегут от площади и до Ленина-Гагарина, разворачиваются и потом обратно. То есть там как раз два километра и чисто символическая дистанция, от которой бегут все вышеназванные забеги. А все остальные массовые забеги, они уже побегут по Ленина до Восточной. Восточную под мостом огибают, разворачиваются и бегут обратно. Обратно и также и финиш уже тоже на площади Уральской Федерации, ну, на площади имени Кирова. Вот вы перечислили уже несколько групп, да, то есть для инвалидов, для семей. А я слыхал, еще будет какой-то забег для иностранных студентов. Что это такое? Да, безусловно, хорошая традиция. Мы года три назад ее начали. На сегодняшний день с каждым годом увеличивается количество иностранных студентов в вузах города Екатеринбурга. И только у нас в Уральском федеральном университете уже более тысячи иностранных студентов. И они очень активно вовлекаются в наш спортивный праздник Российской Федерации и активно участвуют в этом мероприятии. Более того, они также предварительно сдают заявки, ждут. И в этой связи мы, так скажем, ими завершаем первые забеги, то есть Казахстан Роджей. И перед самыми массовыми забегами мы их выставляем для того, чтобы они, так скажем, тоже как-то выделены были из общих забегов. Здорово. Ну а вообще для того, чтобы пробежаться вместе со всеми, нужна какая-то униформа? Можно ли еще подать заявку? Что там будет раздаваться на старте? Да, безусловно. На сегодняшний день регистрация участников идет на сайте rushasport.ru, потом по районам, в школах, в вузах. На сегодняшний день с 18-го числа выдается традиционная атрибутика, которая, так скажем, приемлема этому мероприятию – это футболки. То есть футболки, но в этом году, так как у нас количество участников, повторюсь, рекордно, 44, да, а с Москвы нам пришлось в Министерство спорта 41 тысяча номеров. Ну и благодаря областным правительству Росковской области и администрации города Екатеринбурга мы еще докупили 25 тысяч футболок для того, чтобы максимально обеспечить наших жителей города Екатеринбурга той атрибутикой, ради которой, можно сказать, большинство и приходит. Кто еще не был, ну не участвовал в Кроссе нации, я напоминаю, и вас с удовольствием приглашаю. Если вы вдруг не зарегистрировались нигде, ни в районе, ни в школе, то в день, прямо в воскресенье, можно с 9 утра до полдвенадцатого будет свободная регистрация в главном учебном корпусе Уральской Федеральной Университеты. До полдвенадцатого, то есть за полчаса до начала Кросса нации регистрация заканчивается. Это очень важно, нужно сказать нашим зрителям, если на самом деле у вас нет интернета, вы не можете зарегистрироваться, либо не учитесь ни в школе, ни в вузе, ни в каком, просто хотите прийти, запоминайте за полчаса до начала, регистрация уже заканчивается. Ну что ж, благодарим гостя в студии Евгений Шурманов, председатель спортивного клуба Урфу, был сегодня с нами, горожане, в общем, собираемся на пробежку. На Кросс нации. Ну а прямо сейчас мы прервемся, небольшой коммерческий перерыв, а затем вернемся в студию, будем читать ваши смс.